доброго всем времени суток друзья ну монтируем сегодня мы с никита невзирая на супер ух выход никита видел обалдеть короче говоря быстро в двух словах мы с ним прогноз у нас такой 5 метров ветер в секунду очень сильный дождь ну короче полная задница по идее должна быть но мне уже надоело вот эта вот картина когда понедельник тонник среда четверг пятница ветер один метр в секунду как суббота воскресенье так до 7 и мы наплевал на все приехали за 150 километров на малую реку вспомнить молодость тряхнуть кудрями как говорится мы здесь были с никита был еще студента мне еще фалтиника небо мы здесь потоптали здорово хотим попробовать щучку не знаю что получится вот и получится увидите надеемся поймаем просто один выход я уже видела довольно таки неплохой во всяком случае для этих мест встретимся на воде как говорится лодочку мы накачали вот сейчас посмотрим чего и будет никита взял англ упроху будет арест воды снимать 120 кадров в секунду общем короче будем тут бомбить по полной праве на водичке 5 метров в секунду ветер да никит выходы были но у нас пока ничего честно говоря только вышли пробуем пока пробуем начали с воблерков будем потихоньку обследовать одну из малых рек соседней области ух ты трава наверное посмотрим хотя там не должно было быть травы идеи нет сейчас если нет здесь не листьев ничего уж и наверно была поклёвка таки до юзурик 3d хороший воблер ручек нормально сразу видно что несколько недель на воде не был забросить была у нас у никиты поклевочка прямо возле лодки вытянул можно сказать камыша на колебушечку сразу сосредоточен и там ребята со спины нам тоже уже одну вытянули то есть походу рыбка есть начался у нас маленький дождик это называется договорился да только как сказал что лишь уже прекратился никита он уже облачился выходы сплошные много выхода у меня одна поклёвка и 1 у никиты оба безрезультативные или у тебя две две ну да или щуренок который не может захватить нормально у меня на воблер у никиты на колебло ходим мы с никитой по воде уже полтора часа наверно уже чего только не пробовали ладно бы она гадюк слышишь тишина была выпрыгают малька гоняет не можем ничего сделать обалдеть можно то есть такого еще не было столько активной ну пусть мелкой но щуки а мы ни хрена поймать не можем несколько поклёвки все короче пока сплошная печалька пробовали воблера пробовали колебло пробовали сейчас от вертушку я попробовал на вертушку вообще ничего не было на колебалке на воблеры были удары не знаю осталось джиг популять если у меня там немножко новой резины поставить овсетничек и попробовать да никит вы прыгают малек в разные стороны они хрена не хочет брать вот такая вот у нас печалька есть наши радуются погода пока не пять метров в секунду вот и не и не ливень выходы выходы выходе впереди обалдеть слышу это мне уже честно говоря под достала что тебе надо в на старче не на такое козырное колебло ты шутку коллекция со всего мира слышишь наконец-то никитушка вцепил щупах а пока мы давай подгоняем сюда и опять на колебалочку да да щупачок и вроде неплохой да покажи в рот что ты гонишь за баре он все в жопе то мнение за рот за рот за рот мелкокалиберный конечно возьмешь руками вот так появляется на или были все ушла маленькая короче говоря держи петушка дружаня почином колебло покажи дай сюда из моей этой коробочки ну и в африке колебу вот она да никитушка вам такие пирожки слава богу хоть размочились это уже такое ощущение было что вы издевается зараза в общем как бы выходы гуляет все мы не можем ничего не сделать я уже дед флота поставила никита упорно по колебалочкам заезжал и видите результат с камыша взял да поле видите все в порядке не ну уже хорошо а то честно говоря полтора часа рыбалки вокруг тебя куча активной щуки а ты не можешь поймать напрягает здорово радует только за дно спасибо из метео за точный прогноз погоды с утра 4 метра в секунду к обеду 5 после обеда до 6 ливень в общем ну смотрите сами тишина красота отлично ходим так гуляем мы по берегу берем впереди нас белом что книжки так режу-вежу-вежу-вежу бросает Тут тоже милячок, тут везде миля, летом тут травой зарастает практически все, она уже немножко опала, поэтому тут более-менее. Раньше тут летом ковры такие, давай, давай постоим. Посмотрим, что нам дедушка флор скажет. Возвращались, якорь забыли, ну как без якоря при 5-6 метрах в секунду, даже еще не замочили ни разу, да, Никита? Есть, да? Ох, 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 вот тебе колебло, молодец, Сунечка, вот оно в прямом эфире. Со второго раза, да? Ну я видел, видел, она догоняла, а потом второй раз добила. Но это мы должны фотосессию сделать, хватит выдергиваться, руками брать, заводив под саду, тогда же побольше чуть-чуть. Ну да. Ну я бы не сказал, что она побольше, щупачок мелкокалиберный, но тем не менее. На, Никит, возьми ее за пастя, потому что многие там руками берут, а потом к таким, как ты, врачам ходят. Доктор, вы ими, пожалуйста, да? Так, наверное, я сейчас колебалочку поставлю. Ну такая, грамм 400. Все, вот она выплюнулась. Так, поставлю я, наверное, колебалочку. Петушка с заслуженным трофеем на сегодня. Вот так вот, господа, никогда не делали. Воблер надо ложить в коробочку, а не ложить на лодку. Повернулся, короче, Никита, и сам себя за задницу поймал. Я еще не сразу понял, я еще подсекся. А, тут еще нормально. Как дела, револи? Пацаны какие-то. Зачем? Ох, ё, бляха, муха. Не, надо рыбу ловить. Ты уже поймал? Зарада. Оно закинет ты, может, и у тебя возьмут. У тебя же другая колебалка. Гадюка ничего не хочет. О, и тут выход. В общем, короче, надо мной сегодня издевается. Наверное, мой день. Так, Никита опять отличился. Короче, Никита, с тебя 5 баксов за, бля, колебалку. Слышишь? Захватил мою колебалку. Да какая разница, большой-небольшой. Рыба захватил мою колебалку, япона-мама. И это самое. И дубасит на ней со страшной силой. Нет, я другую только что поцепил. Так, а это что, не моя, что ли? Другую он поцепил. Это, кстати, вот моя личная разработка. Дай я сюда. Вот она. Вот колебло мое личное. А вот щупак. Ладно, поздравлю в последний раз. Потому что это кричка чай, слышишь? Ой. Короче, вот такие вот у нас пирожки. Никита дубасит, а я только снимаю. Вот поставил я паперок. Как говорится, осенний папер, да? Какое у нас сегодня число, Никита? 11, наверное, да? 11 сентября. Октября? Какое сентября? Октября. Вот. Шлюп-шлюп по пирочкам. Ну, бывает такое, раздраконишь рыбку звуком. Она начинает интересоваться, активизируется. Только что шнурок промазал по поперу. Вот вам чисто летняя приманка. Опять еще один стереотип. Короче, у меня еще один промах этой дуры. Сейчас он, Никита, тоже паперочек возьмет. Не выдержал, как она мажет. Вот все хорошо. Люблю я поверхностные приманки. Единственное, что не люблю. Из 10 поклевок там одна, в лучшем случае, две реализуются. Оно, конечно, поначалу интересно, но с другой стороны задал будет. Большой старый. Не, маленький. Да, вот такой. Большую траву будет собирать. Короче, это цирк. Цирк. Третий промах. Притом с таким... Опа! Надеюсь, что все на камеру было видно. Обалдеть, слышишь? Вот он ключик. Может быть. Октябрь месяц. Не, ну ты видел? Два промаха за одну проводку. Зараза. Притом с таким вылетом, что у меня же мурашки по коже. Не люблю я из-за этого эти победы. Обалдеть, обалдеть. Опа! Ты видел? Есть, да? Да. Вот вам, пожалуйста, поппер. Это вроде бы крупнее. Так, Никита, с тебя сегодня, наверное, 150 и этот самый. Ушла. Ушла? Да. Ну, зараза. А красава, да? Да, вон погнула. Погнула. Ну, заменишь. У меня есть еще поводки. Я говорю, вот тебе, пожалуйста. Ну, она хорошенькая. Хорошая. Получше, чем вот эти шнурки, что ты выбросил. Это не промазала. Это четко взяла. Видишь, вот никогда не надо как бы слушать всякую эту самую. Стереотипы это все. Летняя приманка. Ага. Сейчас у нас лето. Прям жара стоит. Кстати, вчера было 27. Сегодня 9. Фух, блин. Что, очканул? Он сильно маленький для вот этой был. Ну, возьми, у меня там есть большой. Возьми. Кто тебе не дает? Один раз. Эмоции. Куда их делать? Эмоции. Обалдеть, обалдеть. Ладно, сейчас попробуем, поставим. У меня там киллер-поп есть. Там сумасшедший. Маленький. Самое главное, что ты ее уже держал. Это посолиднее рыбка, да? Такая в районе келушечки, наверное. Да, ну, это вообще, по ощущениям, намного. Больше? Ну, так, конечно, то совсем. Фух, блин. Ну, ты, блин, не дышишь. А как ты хотел, Никит? Давай, что там у тебя? Хочешь большой? Ладно, на. Не, а что тогда? Вот этот? Ну, это не совсем попер, но бери. А вот этот? Бери, бери, бери. Я же что-нибудь возьму тут. Я посмотрю, у меня там еще есть. От Мегабаса, по-моему, есть у меня там что-то. Короче говоря, сейчас разберемся. Тут приманок. Вон, видишь, у меня еще какой есть. Вот. Ой-ой-ой, мне вот это надо. Вот этот нравится. Ну, сейчас попробую. Я сейчас этим попробую. Дуркануть немножко. Не, это цирк какой-то. Это какой-то цирк. Сейчас мы им покажем Кускину мать. Лишь бы он сразу не утонул до... О, вот это уже по-взрослому. Мужики подумают, квочет кто-то. Звук как от квока. Вон, видишь, пошла-пошла Буру. Ты видел? Да. Разворачивает нас зараза. Возьми тот большой. Все равно уже торчишь мне 20 баксов. Слышишь? Это наколебло. Лавина Поппер. Кабан. Даже с поводком захлест. Ну, пробей ту коряшку. Что, до сих пор отойти не может? Бывает, Никита. Что делать? Кому сейчас легко. Только ты так, забросил? Остановись. Пусть она как бы плюх. Рыба должна среагировать на плюх. Услышать это, подойти, а потом начинай провод. То есть, не сразу. Это ж не колебло. Ух ты! Юлупа! Ты видел, нет? А я снимал. Все-таки дрюканул я ее. Вот, зараза! Слышишь? Что такое не везет и как с ним бороться? Отзывается гадюка. Вот тебе, пожалуйста. Еще одна легенда. Октябрь месяц, господа. А мы с Никитой тут даем Джосу по паперам. Конечно, не такая активная проводка, как летняя. Что прям плюх-плюх-плюх-плюх. А пошли выходы, видишь? Все-таки мы ее подраконили паперком. Вот она рядом. Давай, 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 родная. Круг сделала? Травой хапанул. Что ты все вздыхаешь? Эмоции через край, да? Бывает, Никитушка, бывает. А что делать? Кому сейчас легко? А ну давай. Паузу сделай, пусть остановится. Там чуть-чуть пошевели так. Она же может подойти, посмотреть. Только зашевелил сразу хлоп. Ну, короче, тут игра должна быть такая, как с микроджигом. Сейчас, наверное, попоперили. Можно, наверное, и чем-нибудь еще кидануть пару раз. Мы ее раздраконили. Сколько выходов было. Интерес у нее должен появиться. Перекусить. Короче, Никита новую тактику выработал. Я ставлю колебло, говорит, ты попер. Ты будешь поперить, а я буду колеблить. Это в смысле, я ее буду драконить, ты будешь ловить. Ну, говорит, можно и так сказать. Короче, весело у нас. Начинается у нас, то припустится, то успокоится дождик мелкий. Не знаю, получится снимать. Без звука не хочу. Без бокса. Будем прорываться куда-нибудь еще. Посмотрим. В этом случае, то снимаем плащи, то одеваем. Вот такое вот. Вот уже опять. Вроде уже и кончился. Заходим в протоки. Ее видно, гадина, невооруженным глазом. Тут вот так вот расстояние от травы. Не знаю, прорвемся мы дальше или нет. Воды мало. Попробуем дальше пройти. На всяком случае. Не пройдем? Прямо здесь, да? А, вижу, вижу, вижу. Да, пошла, пошла. И вон пошла. Погода у нас тут меняется. То дождь, то ветер, то затихает. Сменили место. Гуляем. Но пока у Никиты сход один был. Бедный капюшон сними. Уже дождь кончился. Холодно. А, холодно. Ты что, кому-то расскажи, что вчера было плюс 27, да? Не поверят. В общем, и так у нас происходит рыбалочка. Сидим в лодке друг к другу, байки травим. Про былые времена вспоминаем, как сюда ездили. Ух ты. Нет, наверное, травка была. Вот такие вот дела. Самое смешное, что у нас как бы на воблера, единственное, что только на папера. Все остальное, как бы, я вон Басару поставил, Юзуриков ставлю. Да что это? Впереди выходы, Никит. Вон, смотри. Видишь? Вон. Ну, уже круги пошли. Надо все-таки продвинуться туда. Попытать счастье. Вот. Джиг смысла нет ставить, поскольку, хотя я все с собой взял. И резину взял, все. И опять, опять выход, Никит. Ну, все. Надо, надо сейчас идти туда. Попробуем. Ну, только хоть воблера стал побрасывать. Тут по руслу немножко поглубже. А там 10 сантиметров воды. Вот. И... И все. Никита у нас... Нашли мы ямку тут хорошую. И он все-таки поставил джиг. Вот. Попробовал. И снимаю. И снимаю. Я перепробовал кучу воблеров. Такая же картина. Сейчас поставил колебалочку, не знаю. Но все больше мы склоняемся к тому, чтобы прекратить прение и закрыть собрание. Потому как активности никакой. Погода меняется. Смотрите, опять штиль. Ну, там ветерочек есть. Потеплело. Потеплело почему-то. В общем, короче, хрен поймешь, что оно тут происходит. То дождь капает, то не капает. Короче говоря, погода самая щучья. Только щуки нет. В общем, оказалось колебалки в фаворе. Небольшие. 10-12 грамм. Ну, я и 5 бросал. А, кстати, вот эта вот грушка, что ты поймал, это 5-7 граммовая. Я ее сделал, наверное, лет 10 назад. И так она у меня, ну не 10, но 7 точно. В общем, короче говоря, вот такая у нас картина. Не знаю, печальная она или не печальная. Во всяком случае, на рыбалочку мы вырвались. Не знаю, еще, наверное, чуть-чуть покидаем, да, Никит? И будем собираться. Закончили мы рыбалочку, прекратили прения, потому как, ну, тяжеловато. Погода то, то ветер есть, то ветра нет. Вот. Поклевок вообще перестало. А то хоть у нас сходы были, поклевки. Скажешь пару слов, Никита Владимирович? Да, скажу. Ты же у нас сегодня герой. Вот. Щуку подержал весьма хорошую. На папирочек осенью. Значит, две поймал на колебалке, третья сошла. У меня только штыки были и промахи. Все-таки не зря приехали. Вижу погоду. Очень не зря. Очень не зря. Очень не зря. Конечно, эмоции получил. Надеялись на хуже. Я надеялся. То есть я не отделаться рассчитывал. Не, ну, видишь как. Все равно, все равно. Во всяком случае, старое место пробили. Если что, то может когда-нибудь еще. Теперь уже знаем, как к нему правильнее подходить. Да. Если бы мы с утра папирочки поставили, то, наверное, было бы гораздо веселее, чем оно сейчас. Ну, как говорится, век живи, век учись. Вот такие вот дела. Ну, в этом году, наверное, не приедешь. Ну, скорее всего, да. А там кто его знает, чем черт не шутит. Короче, всем спасибо за внимание. Вот. Водоемы еще будут. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова